Это было в пятницу, а с понедельника мы ушли на удаленку. Паники я не помню. Проблема же оказалась не в стационарах, а в первичном звене. Мы вообще не дошли все-таки до той грани, до которой могли. Все меры предосторожности по-прежнему спасают жизнь. Год коронавируса это конечно тающая тема для веселого разговора. Вряд ли кто-то назовет этот год вообще приятным. Хотя жизнь-то не заканчивалась, хорошие события были наверное у всех. Но вот повод поговорить и оценить ситуацию с разных сторон безусловно есть. У нас у журналистов свой взгляд, у каждого из вас свой, у управленцев свой. У нас есть человек, у которого может быть разный взгляд на это событие. Он одновременно и наш, и он одновременно и входил в число управленцев, которые принимали меры по борьбе с ковидом. У нас в гостях Дмитрий Жебелев, учредитель фонда Дед Морозин и член оперативного штаба Пермского края по борьбе с коронавирусом. Привился? Да, конечно. Давно? Да месяц назад. Все нормально? Ну никаких последствий не было. Тем более я не очень из-за этого переживал, потому что самое важное, что мне кажется нужно знать про прививку. Любые последствия от заражения коронавируса и вероятность этих последствий намного в невероятное количество раз выше, чем любые последствия от вакцинации. В Израиле, пока людям не сказали, чувак, пока у тебя не будет прививочного паспорта, зеленый, по-моему, да, народ не бежал на прививочные участки. Ну да, ну по крайней мере там со значительным населением, да, если мы берем. Но там сначала все равно были нормальные темпы вакцинации, пока не пришли первые те, кто там полностью доверяют, считают это необходимым, всегда какой-то процент таких людей есть. И потом действительно потребовались меры дополнительные, создание каких-то привилегий, стимулов, мотивов. Это безусловно так, но что касается России, у нас даже те, кто верит, еще не пришли все. Потому что количество вакцин настолько маленькое, что не дотягивает пока даже до того процента, который бы хотел вакцинироваться. Поэтому мы бы, я предлагаю сначала сделать хотя бы это, а потом уже думать о каких-то мотивах и так далее. Дмитрий, давайте начнем сначала. Отмотаем на год вот назад. А вы тогда, уже потом, чуть позже, написали, что вы сами позвонили и попросились в оперштаб, уже будучи советником Дмитрия Мохолина. Это правда? Да. Ну, я не позвонил, написал, но в целом, да. То есть была моя инициатива. Это на самом деле сложно объяснить. Ну, во-первых, история была такая, я в начале марта прочитал первые научные статьи по этому поводу. Ну, буквально там еще наискосок, когда ехал на работу. И впервые осознал, ну, что опасность правда серьезная. Вот, со статей? Да. То есть вот я увидел, когда первые научные статьи, и их прочитал, посмотрел, какие данные, какие прогнозы, что там, что это уже научно обоснованно, есть уже факты, это есть, там, первые какие-то исследования, данные, мнения хотя бы экспертов, там, в том числе мировых, там, университетов самых известных и так далее. И я понял, ну, какие могут быть в целом последствия. Поэтому я приехал на работу, зашел сразу в кабинет директора, там, к Наде, фонда, Дед Морозим, сказал, я вот сейчас ехал, прочитал такую информацию, нам надо срочно что-то делать. И, как бы, и уже там описаны первые меры, которые нужно предпринимать. Слушайте, вы легковер? Нет, вот совсем нет. Ну, потому что, во-первых, есть источники информации, особенно если их несколько, которым можно доверять. Если накоплено уже какое-то количество фактов, какой-то объем данных, который может говорить о том, какое количество зараженных, как много людей от одного человека больного могут заразиться, есть данные о том, что нет лекарств от этого, какие могут быть в целом быть последствия, первые прогнозы по количеству людей заболевших, с какой скоростью это произойдет, сколько будет нуждаться в кислороде, в интенсивной терапии, во всем остальном. Ну, то есть вы поверили набору данных из разных источников. Да, я в первую очередь цифрам. Цифрам. Смотрите, вот пермские, наверное, пермские журналисты, я так понимаю, осознали, именно осознали, я подчеркну, ситуацию в полном мире после трагедии с Настей Петровой. Это наша коллега, которая вот там в самом начале умерла от ковида. Тогда, пожалуй, вот только в этот момент, насколько я понимаю, где-то вот там, наверное, большинство прощелкнуло у нас. Для вас когда вот это осознание опасности наступило? Ну, в то, что все может быть очень плохо, я говорю, я поверил в этот момент. Почему? Это было подтверждено тем, что мы с Надеждой посовещались, с директором фонда, и решили срочно разрабатывать меры, связанные с безопасностью команды. Вы ушли на удаленку. И это да, и мы, то есть это было в пятницу, а с понедельника мы ушли на удаленку уже за выходные, прописав все протоколы действий, как мы будем работать и все остальное. И одновременно с этим, в общем, я подумал, что наш опыт действия в каких-то экстремальных ситуациях, и еще, поскольку мы так или иначе сейчас в рамках фонда Дед Морозем работаем с целой сеткой экспертов по всей России, где-то за рубежом. У нас есть такой опыт. Я посчитал, что именно в этой ситуации, когда нужно справляться с какой-то экстремальными обстоятельствами, этот опыт может быть важен. И вы поэтому... И поэтому, соответственно, я написал Дмитрию Николаевичу, я написал, что вот там, поскольку создан оперштаб, не считаете ли вы полезным, чтобы я туда вошел? Слушайте, ну вот вы пришли в оперштаб. Настроение, понимание, истерика, наоборот, собранность, уверенность. Ну, паники я не помню. В том числе это могло быть связано с тем, что не все люди в этот момент, не все члены оперштаба верили, что там настолько уж серьезные ситуации. И поскольку настроения были разные, кто-то у кого-то могла быть и самоуспокойность, и в этом случае, может быть, она и сыграла какую-то положительную роль. Кроме того, тогда получается, мне кажется, еще часть команды даже Максима Геннадьевича оставалась, ну, в частности, которая занималась коммуникациями. Я помню, например, первые обсуждения, которые у меня были, с первого заседания, первое, что я сказал, что сейчас самое важное и первое, что точно мы можем сделать, вне зависимости от того, сколько у нас ресурсов, всего остального, это перестроить информирование людей. Что нам нужен сразу же отдельный сайт по этой теме, нам нужно все данные, которые мы будем выдавать в ежедневном режиме, нам, ну, то есть, совсем другая интенсивность, другой уровень открытости, другой уровень откровенности с людьми. И что вы сказали на это? В общем-то, со мной согласились. Интенсивность и тон, даже в том, там, в плане искренности, как раз и откровенности, были, ну, на таком беспрецедентном уровне для обычных традиционных каких-то вещей. Это правда. Вот. И в этом плане, конечно, положительный сдвиг был, хотя, как я уже позже говорил, мне кажется, что это было недостаточно. Я, например, помню для себя ощущение, это первый или второй день локдауна, и я поехал снимать репортаж, фото, и абсолютно пустой город. Город, который я никогда такой не видел. Да. Вокруг вас как это воспринимали? Отчаяние, горе, сомнение, что? Нет, горе вряд ли тогда еще не было почти жертв. Ну, мне кажется, был, наверное, какой-то страх, и на самом деле все-таки удивительно, насколько люди все еще при дефиците информации некоторым, особенно при дефиците понимания того, что происходит, потому что даже если бы информации было очень много, понять, что происходит, невозможно было, потому что даже те, кто давал информацию, или там органы власти, или кто угодно, не знал того, что происходит на 100%. Не понимаешь, что происходит, да. Вот. И я думаю, что все-таки сами по себе меры, которые были беспрецедентными в плане там объявления локдауна, и первые новости с тем, что происходит в других странах, там особенно там на то время в Италии, они, ну, показали людям, что все серьезно. При этом все-таки по-разному ведь отреагировали даже в разных регионах России, я уж не говорю, что по разным странам, одни и те же меры, в том числе такие жесткие. И далеко не везде на следующий день после объявления локдауна, в том числе в России, города прямо опустили, как перья. И я думаю, что вот здесь как раз сказалось то, как было проведено и информирование, в том числе, о чем мы до этого говорили. И то, в котором это было сделано. Может быть. Хотя я, наверное, больше кто-то, наверное, сошлется на нашу внутреннюю идентичность. Ну, я еще в этом плане, да. Я привык говорить, что, во-первых, люди в Пермском крае одни из самых чудесных на планете. И поэтому я всегда... Вот сейчас было излишне, Дмитрий, честное слово. Не знаю. У меня есть факты, которые это подтверждают в рамках моей деятельности. Причем там сотни тысяч фактов, если в людях это мерить. Поэтому, да, я думаю, что все-таки, конечно, и вообще на протяжении всего этого периода больше всего зависело от поведения людей, от того, как каждый человек, какое решение он принят. Вы ведь до сих пор как бы продолжаете поддерживать мысль, что вот этот локдаун – это важно и нужно. Вот тот, который был весной. Ну, сейчас по-прежнему никто не может, вот ничего никто не может про коронавирус до сих пор утверждать с точностью там на все 100%. Это всегда важно говорить. То есть вот у нас мы имеем сейчас две совершенно как бы парадоксально противоположные ситуации. Вот там Пермский край, Россия. Ну, почти свободный режим. Извините, друзья, но правда. А меры ограничения, ну, в общем, они близки к формалинам. Да, маски – это норм, но и все, по большому счету. Вот Европа, которая год не вылазит из локдауна в локдаун. И картины по заражению, по болезням и по тем, кто умирает, они, мягко говоря, отличаются. У меня, вы сами понимаете, возникает вопрос, где правда-то? Ну, правда, наверное, там, где цифры показывают лучшие результаты с точки зрения минимального количества смертности. И здесь как раз, вот если мы говорим про локдаун, мы, с одной стороны, можем ориентироваться на цифры. У нас апрель-май вообще нет роста смертности, точнее, даже меньше она, чем в 2019 году. Безусловно, можно говорить о том, что последствия апреля-мая начали сказываться там где-то и дальше, связаны не с коронавирусом, а вот с экономической ситуацией, с чем-то еще. И те цифры, которые у нас есть в июне, июле и августе, а там рост тоже относительно небольшой по сравнению с другими месяцами. Но смысл в том, что именно по росту смертности мы точно можем говорить, что локдаун сработал. Второй вопрос. Говорят, что не надо было так жестко. И здесь... У меня вопрос, почему не работает там? Сейчас выводы назначенные делать сложно, но, допустим, в Германии, где много было ограничений, и они еще постоянно меняются, то вводятся, то снимаются часть, то снова вводятся другие. Во-первых, у них это все делается на данных ученых как раз более оперативно и слаженно. И все-таки там, например, рост смертности намного-намного меньше, чем в России. Меньше? Да, намного. Какие они при этом убытки там для экономики понесут, и какие последствия в том числе от этого будут для жизни людей, сейчас никто не может оценить. Но у них, соответственно, и больше возможностей, я думаю, связанных, во-первых, с наукой, с исследованиями, с оперативностью получения этих данных, и с тем, чтобы этими данными пользовались люди, которые принимают решения. У нас с этим, как мне кажется, сложнее намного. Второе. У них система здравоохранения, конечно же, может более эффективно справляться с какими-то ситуациями сложными. Она в этом плане лучше подготовлена. И третье. Все-таки финансов у них, в том числе, на поддержку людей. Или желание тратить эти финансы, когда ты вводишь какие-то ограничительные меры, но можешь хоть как-то компенсировать. У нас бы люди без господдержки просто не выдержали этого. У них тоже для этого возможностей больше. Или желание. Осень. Кусок, который я не хочу, не хотел бы вспоминать. Честно. А у меня ощущение, я не знаю, у вас это было или нет, что в какой-то момент город вокруг нас, вот эти пять стадий знаменитых принятия неизбежности, отрицание, гнев, торг, депрессия принять, все прошли? Или у вас такого не было? Ну, сложно сказать. Я думаю, мы вообще не дошли все-таки до той грани, до которой могли. Не дошли. Я немного, ну, то есть я даже немного удивлен, что наша система здравоохранения и система государственного управления, в частности в регионе, остановилась на тех показателях, которые были, и не случилось катастрофы, которую, ну, то есть я в целом в этом плане был пессимистом. Слушайте, она далеко была, на ваш взгляд, катастроф? Здесь очень сложно сказать. Я вот ситуацию оцениваю всегда в, ну, типа там, по двум шкалам. Одна шкала это сравнивать с тем, как должно быть в идеале, и у нас в этом плане оценка такая, конечно, по Пермскому краю, что все было ужасно, а другая шкала, которая сравниваю уже не с тем, как должно быть в идеале, а с тем, как в целом способна была сделать система, и с тем, как справились в других системах со схожими ресурсами, то есть в других регионах России, да, например. И в этом плане, ну, тут нельзя говорить, к сожалению, когда речь идет, на самом деле, все-таки о тысячах умерших, нельзя сказать хорошо в любом случае ничего, потому что есть страны, где их не было. Это называется, могло быть и хуже. Да. Было ощущение, вот все, приехали, да, то есть вот еще чуть, все и сломаемся завтра, вот в какой-то момент. Мне кажется, что в штабе в целом чуть с запаздыванием осознавалось. Нет, нет, я про настроение, я сейчас не про реакцию, Дмитрий, я именно под настроением. То есть, смотрите, еще раз, вот там октябрь месяц, не знаю, хотя почему, кое-что знаю. Скорых нет, лекарств нет, и вы тоже, я полагаю, в какой-то момент превратились в инструмент доставания скорых помощи и выцарапывания кое-как в больнице. Такое ощущение, что это превратились все люди, у которых есть хоть какие-то связи, возможности, да и все вообще. Это не захлестывает? С одной стороны захлестывает, ну, в моей части все было относительно просто. Во-первых, ты, в любом случае, ты понимаешь, что если к тебе приходят десятки обращений, связанные с тем, что скорая не приезжает или не приезжает вовремя, с тем, что невозможно диспетализироваться. Извините, Дмитрий, сколько вот, представьте, вспомните, как, любой день в октябре, сколько раз в день звонили, в неделю? Ну, на пике, ну, не больше десяти в день, точно, вот. Ну, на пике это несколько раз в день, а это уже на самом деле достаточно. Ну, да, понятно. Для того, чтобы ты понимал, что ты, ну, конечно, хоть ты и не репрезентативная выборка, но если к тебе поступает несколько обращений в день, значит, историй по городу, по краю намного-намного больше. И, ну, здесь моя задача была очень простая, моя задача была проверить, есть ли действительно показания или это паника, например. А много было паники? По обращениям, которые приходили ко мне, нет. Были, то есть в одном случае мне даже пришлось съездить, потому что я не могу позвонить, ну, и сказать, нужно госпитализировать человека, а я не знаю, ему нужно или нет, потому что вместо него тогда не сможет лечь тот, кто действительно нуждается. Вот в одном случае пришлось съездить домой к больному, ну, там, в частности, с пульсоксиметром, и чтобы на месте выяснить, и одновременно все-таки приехала скорая, и выяснилось, что у девушки молодой, причем показания не просто к госпитализации, а уже к подключению к аппарату искусственной вентиляции легких. Хотя она сама дышала, даже сама дошла до скорой помощи с поддержкой, но все-таки. Там же я и спрашивал у скорую помощь, говорю, действительно ли отказываете в госпитализации, потому что койки были, вот в целом они не было такого ни разу, ни одного дня, чтобы ни одной свободной койки не было. Проблема была в маршрутизации, в обмене информации с тем, что... То есть койки были? Ну, то есть не было, точно не было такого, что не было, вот как-то, что нет ни одной свободной койки. Просто я знаю случаи, когда на собственном, что называется, опыте знакомых, друзей, когда человек в три больницы свозили за ночь, пока не нашли ему место. В три там, и в коридор в конечном итоге положили. Это было, возможно, это было там сутки, двое, там какой-то вот буквально миллиметр какой-то. Нет, таких случаев на самом деле было много, но это совсем не говорит о том, что свободных койк совсем не было. Это была проблема в обмене информацией. Я уж, ну то есть, я пытался с этим разбираться, там и точно и вице-премьер, и министр, профильные. У всех причем были разные версии. У скорой одна версия, у больниц другая, у чиновников третья. Где-то они пересекаются или совпадают, но в результате, на самом деле, это понятно, когда система никогда не сталкивалась с таким объемом и с таким потоком пациентов. В первую очередь проблема же оказалась не в стационарах, а в первичном звене. И в скорой помощи рухнуло именно оно. И отсюда же, если у тебя первичное звено и скорая мало доступны, отсюда и недоступны становятся уже и стационары. Потому что просто так ты туда не попадешь. Иногда надежнее было просто приехать, и такие случаи были, когда просто приезжали в больницу люди для госпитализации, без скорой, без всего, и их уже уклали по показаниям. Возвращаясь еще раз, паники не было по ощущению вокруг? Я правда спрашиваю, пытаясь сравнить собственную картину. Ну, на определенном этапе было, ну, я не знаю, это отчаянием все-таки не назвать, но когда были первые обсуждения, связанные с введением ограничений, каких-то связанных с этим, и когда это не встречало понимание, говорили, что все в порядке и можно оставлять все как есть, я, ну, то есть, опускались руки. Слушайте, можно я процитирую? Как вы писали, с криками у нас не ситуация, а жопа. Вы что хотите трупами, рефрижераторами возить, данными научных исследований, фактами перезагрузки больниц, нам наконец-то удалось убедить оперштаб принять новые меры по борьбе с коронавирусом. Вот это так и было. То есть вот с криками у нас, у нас не ситуация, а жопа. Ну, это, конечно, описание сконцентрированное, да, но цитаты в целом верные. Потому что, ну, то есть, был вопрос, что на определенном этапе, когда мне казалось, что ситуация однозначная, все равно возникали споры. Обычно споры это хорошо, потому что в них рождаются истины, и можно уточнить, один человек с однозначной точкой зрения всегда может ошибаться. В общем, когда принимались эти меры с дистантом, с ограничениями на массовые мероприятия более жесткими, особенно, конечно, дистант у всех вызывал страх, в частности, недовольство родителей, понадобилось, естественно, не только мое мнение, но чтобы здравоохранение было целиком за, чтобы Роспотребнадзор не возражал, и чтобы еще в решающий момент, когда спрашивали людей, которые на местах занимаются помощью, в частности, главврачей, чтобы они тоже однозначно выступили за. То есть, должно было совпасть сразу несколько элементов, которые могли не совпасть. А были проблемы в детских домах, там, где работали вахты, там, где, естественно, усыновления все прекратились, и так далее, и так далее, и так далее. Когда в какой-то момент люди оказались изолированы, вот дети оказались изолированы в этих самых группах. Ну, с точки зрения изоляции и того, что контакты с внешним миром и так, по сути, закрытых учреждений вообще оборвались, это точно очень тяжело, и последствия этого, я думаю, еще будут, и там, в течение какого-то количества лет даже. Это с одной стороны. С другой стороны, ну, мне, по крайней мере, неизвестно о каких-то массовых вспышках, которые были в закрытых учреждениях, хотя на самом деле заболевшие точно были. Точно была вспышка, поскольку мы курируем там вот по рудничному дому, интернату, но там повезло все еще, точно не было данных, каким образом это может сказаться на детях с инвалидностью, и в целом, но не произошло такого, как вот там рассказывают про другие страны, там, в частности, в Испании, где там просто, не знаю, умирало значительное количество прям людей, вот, здесь дети в основном перенесли эту инфекцию, слава богу, хорошо, но и вовремя удалось оказать помощь, в том числе и с поддержкой людей. Есть еще, за что вы бы не хотели забыть 2020 год? Ну, потому что многие, я знаю, говорят, я не хочу, вот, вытереть этот год из памяти, я знаю людей, у которых, там, умерло в семье два человека, три, так случилось, и я понимаю, что для них этот год не будет никогда хорошим, и лучше было забыть для вас. Ну, это все-таки объединение людей было в сложной ситуации, оно, я причем не буду преувеличивать, там, я не знаю, что произошло, говорить, что произошло что-то невероятное, потому что этого как раз не произошло, потому что не случилось единовременной какой-то ужасающей катастрофы. Вот знаете, как, вот, я не знаю, происходит сейчас, вот, в частности, там, у нас годовщина пожара в Зимней Вишне, да, и когда был тоже бум помощи семьям этим, да, это когда одновременно, единовременно, там, что-то случается, вот такое страшное. Здесь такой катастрофы единовременно не произошло, которая бы прям сконцентрировала ответ общества и людей, и поддержку, и тем не менее, люди, видя, какие сложности возникают, объединились. В первую волну, да, но я не помню этого осенью, я не видел такого количества, там, фактов, да, да, вообще их было очень мало во вторую волну, так как это было весной. Нет, нет. Нельзя от людей требовать невозможного. Если ты находишься в ситуации, ну, то есть, вот, там, беды, трагедии, сложностей накрыл месяцами, во-первых, ты начинаешь к этому понемногу привыкать, во-вторых, за это время у тебя накопилось уже такое количество сложностей, что тебе, вот, как мы говорим, никто не обязан помогать другим, у тебя и своих хватает долгов, работа, близкие, куча обязанностей, все остальное, это только по твоему желанию. И бывает, что сил на это уже не остается. Поэтому здесь тоже неудивительно. И все-таки, если говорить, там, про отдельный пример, пусть даже, там, ну, самые яркие были, может быть, там, в первую волну, когда это все было в новинку, люди, в том числе, испугались, там, за себя, друг за друга, увидели, может быть, впервые, как вкалывают врачи, потому что про это, наконец-то, начали много говорить и показывать, в том числе, репортажи изнутри больниц, да, поняли, насколько это важно. Вы верите в людей? Ну, да. Я не просто верю, у меня просто очень-очень много, если сравнивать, там, с моим предыдущим опытом, там, и по сравнению, там, с тем, как бывает у людей в среднем, у меня очень-очень много доказательств просто в повседневной деятельности моей. У нас все закончилось? Сейчас все спокойно, примерно в 20 раз лучше, чем на пике в октябре-ноябре. Это я понимаю, и это мы видим. Что касается рисков... Что касается будущего и возможностей, и шансов на риски. Что касается рисков, либо всплесков больше не будет, а, в частности, вакцинации даже медленной, мы рано или поздно получим коллективный иммунитет, и тогда уже точно ничего не будем бояться, либо к нам придут новые штаммы вирусов, которые более заразные, и то иммунные прослойки, которые мы сейчас имеем, уже не хватит для того, чтобы распространение коронавируса было таким же медленным, как сейчас. И у нас случится что-то примерно такое же, как было осенью, или даже хуже. Это по-прежнему вероятно, если вот эти новые штаммы придут. При этом некоторые из них, как минимум по предварительным данным, но уже подтвержденным, они действительно более заразны и значительно более заразны. А здесь очень все это уже простая относительно математика. То есть, грубо говоря, при одной... Если у тебя там один человек заражает только двух, то тебе нужна такая-то иммунная прослойка, а если у тебя один человек заражает пятерых, то тебе нужно, чтобы намного больше у тебя было людей с антитерролием. Нам нужна вакцина. Да, безусловно. Как можно больших объемов. Я правильно понимаю? Безусловно. Слушайте, вы верите в планы, что до конца года, может быть, у вас есть данные, которых у нас нет, у меня нет, что до конца года в Прикамье поставят 1 миллион 200 тысяч приют? К сожалению, у меня данных нет. Вот, каких-то новых по сравнению с вашими. И я думаю, что и в регионе их в целом нет. Они есть только на федеральном уровне. Почему там такие темпы вакцинации и как это все происходит, ну, мне не очень ясно. Ну что, ладно, тогда будем остается только надеяться верить в людей, как Дмитрий Жебелев, потому что... Ну, а что еще остается, если уж не в наших верить, остается верить в московских, в тех, кто производит вакцину? Лучше еще в наших, потому что и все меры предосторожности по-прежнему спасают жизни. Не могло быть так, чтобы Дмитрий Жебелев про это не сказал. Дмитрий Жебелев, учритель фонда Дед Морозин, член оперативного штаба по-прежнему, да, Дмитрий? Да. Спасибо огромное. Я думаю, что увидимся по более приятным поводам. Спасибо всем. Субтитры создавал DimaTorzok